Ну и начать сегодняшний выпуск я хочу с поздравлением моих коллег. В 1959 году, 12 ноября, был образован Союз журналистов Казахстана. А в феврале 2001 года состоялась конференция нового профессионального объединения, после чего был зарегистрирован Устав Союза. Союз журналистов это общественная некоммерческая организация, объединяющая сотрудников прессы, телевидения, радио, а также работников интернет-изданий. В эту общественную организацию входят свыше 5000 профессиональных работников средств массовой информации, которая является одной из крупнейших в стране, объединяющей людей творческих профессий. Данное объединение работает на принципах добровольности, самоуправления и коллегиальности. А основной задачей Союза является защита свободы слова и печати, содействие образованию и повышение квалификации в сфере журналистики и развития межнациональных средств массовой информации. Поздравляем всех журналистов и работников СМИ с этой замечательной датой. Ну а к нам уже подключилась Лаура Молдобергенова с прогнозами на сегодняшний день. Где же наш любимый таролок, Лаура, доброе утро. Вот она, наш замечательный таролок. Вау, 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 могу сказать. Доброе утро, Лаура. Смотри, как пятница-то действует на Лауру. Да, сейчас узнаем, как на нас подействуют карты. Ну давайте. Какая карта дня? Мне кажется, в Пентакле будет. Давайте посмотрим. У нас вся неделя была в Пентаклях. Да. Да, кстати, денежная мазь такая практическая была. Посмотрим сейчас, что выпадет, я аж волнуюсь. Почему же я всю неделю все трачу и трачу? Так, у нас, смотрите, выпадает старший аркан страшного суда. Это, нет, не переживаю, название страшное, но карта очень добрая. Как называется карта? Страшный суд. Страшный суд. Страшный аркан. Это эгрегор семьи. Это когда всю неделю ешь печенье, булочки, пирожные, а в конце недели встаешь на весы. Встаешь на весы. Ну, смотрите, эта карта говорит о том, что в этот день, сегодня, желательно наладить отношения с людьми, с которыми у вас произошел некий конфликт или недопонимание. То есть как раз-таки сегодня можно мириться, сегодня можно вести переговоры, сегодня можно самому проявить инициативу и попросить прощения. Особенно это касается семейных, близких взаимоотношений, потому что карта страшного суда у нас всегда отвечает именно за семейный эгрегор, за нашу родню, за наших родственников, семейные взаимоотношения. Так что сегодня желательно примириться с теми родственниками, близкими людьми, с кем произошли у вас какие-то конфликты и недопонимания. Это первое. Во-вторых, 20-й аркан, это не только карта перемирия, как правило. Это карта еще и каких-то таких вот документационных судебных дел, договоров. Так что сегодня, допустим, если вы хотели подать какие-то прошения суда, заявления, решить какие-то документационные вопросы, они тоже будут очень благоприятны. И вообще сегодня старайтесь быть максимально контактными, лояльными, компромиссными. Идите на переговоры, идите на уступки, садитесь за стол, как говорится, перемирия. Потому что день пройдет под эгидой коммуникации. То есть надо проявлять весь свой дипломатический дар. О, да, это очень важно. Интересно, моя жена слушает сейчас наш прогноз? Мы ей перескажем. Лаура, отправьте мне голосовое, пожалуйста, что сегодня очень важный день, мириться, когда нужно. Да, 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 надо мириться. Ну, замечательно. Разговаривать, мириться. Спасибо, Лаура. Идти к сотрудничеству. Вот все работает, что вы говорите, вот все в том. Слушайте, а у меня вот такой вопрос, можно напоследок буквально? Да, конечно, конечно. А если вам должны деньги, например, да, и не хотят отдавать, вот можно сегодня позвонить с Катя, и ладно, прощаю тебе все. Это ты так надеешься, да? Ну, если это действительно ваше искреннее намерение, это ваше великодушие, конечно, скажите, я тебе прощаю этот долг. А может быть человек как раз-таки под вашим вот этим вот намерением добрым и вернет вам денежки, потому что день-то перемирия, день сотрудничества, день налаживания контактов и связей, и у вас как раз-таки наладятся отношения. Ну, замечательно. Почему нет? Ну, оптимистичный настрой у нас, хороший такой добрый день, классный. Спасибо, Лаура, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok